МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Кустанайские поликлиники с рабочим визитом посетил вице-министр здравоохранения. Основные вопросы, которые интересовали делегацию, это готовность к внедрению СМС. Подробности расскажет Камила Солкомбаева. С первого дня 2020 года предприятия малого бизнеса не будут выплачивать налоги в течение трех лет. Однако есть исключения. Кто именно, подробнее расскажет Татьяна Калюжная. На городских колоссах начинают установку специальных решеток. Они помогут обезопасить людей от несчастных случаев. Где проведут установку в первую очередь, расскажет Наталья Васмурзина. Сегодня в Кустанайскую область с рабочим визитом прибыл вице-министр здравоохранения. Делегация посетила несколько городских медорганизаций. Их интересовало, насколько готовы кустанайские больницы и поликлиники к внедрению обязательного социального медстрахования. А также, насколько сами сотрудники готовы к новшеству. Оказалось, что проблемные вопросы все еще есть. Подробнее расскажет Камила Солкомбаева. Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров совместно с заместителем председателя правления фонда медстрахования сегодня посетили несколько кустанайских медорганизаций, чтобы узнать о готовности информационной системы и самих сотрудников к внедрению ОСМС. Мы только приступили к работе нашего оригинального штаба по Кустанайской области. В течение этих двух дней у нас планируется посещение еще ряда объектов. Вот мы сейчас посмотрели работу организации первичной медико-санитарной помощи. И как мы сами убедились, в общем-то информационные системы наших поликлиник готовы. Техоснащение поликлиник и больниц вопросов у делегации не вызывало. Тем более, что во всех медорганизациях главврачи сразу рассказывали о потенциале учреждения, о количестве прикрепленных и о том, какие возможности появятся благодаря дополнительному финансированию. Делегация же проверяла и наличие терминалов по оплате медстраховки и знания сотрудников о системе ОСМС. Для этого задавались вопросы, которые могут возникнуть у жителей. Можете считать направление, я хочу потом в кабинет пройти. Нет, смотрите, к окулисту уже. Если это плановый осмотр, вам нужно по месту прикрепления пройти. Если у вас экстренно, мы вас направим к вручокам. Я по свободному выбору приехал и узнал, что здесь оказывается хороший автомобиль. По месту прикрепления. По прикреплениям и по ОСМС. К сожалению, это не совсем так. Потому что КДУ-услуга я могу выбрать где угодно. Если мне нужно, вы можете договор субподрядов формировать автоматически. Если я даже в рамках обращения экстренно или планово получу у вас помощь, по субподряду, вы будете субподрядчиками моей поликлиники, где я прикрепляю. Медперсоналу еще раз разъяснили вопросы, на которые были даны не совсем верные ответы. Например, то, что иногороднему пациенту они все-таки могут выдать направление к врачу и провести осмотр в рамках ОСМС. Пообщались и с пациентами. Здесь ситуация оказалась сложнее. Как выяснилось, эта пациентка оплатила процедуру, которая должна была оказываться бесплатно в рамках страхования. В итоге женщине пообещали вернуть деньги, которые она успела потратить на лечение. К слову, вопросы были не только у делегации, но они на них охотно отвечали. Ежегодно, когда проводим анализ, последние три года, минимум около 10 жалоб именно на стоматологическую службу. И в этой части достаточно бывает сложно. Конкурентная среда, поэтому заказчик, если будет эта поликлиника, есть выбор, куда разобрать свой заказ. Более того, у пациента есть выбор, самое главное. Он может самостоятельно выбрать клинику, где получить эту услугу. Не устраивать его стоматологию там, где нет оснащения, он может прийти сюда, а здесь и прочее. А в областной больнице навестили пациента, который только недавно перенес операцию. Вам оказали весьма дорогостоящую услугу. Она покрывается счет государства. То, что вам сделали, сцентирование, коронарографии. Здесь что было, коронарографии? Коронарографии оставили. И сцентирование. Рекомендовали через время. Стоимость этой операции – более 1 миллиона тенгет. Это все покрывается счет государства. Гарантируем объем и слабо-медицинской помощи. Марат Шуранов пояснил, что особых проблем по внедрению СМС нет. Тем не менее, итоги подводить рано, ведь делегация посетит еще ряд объектов. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. К другим темам. Представители Управления государственных доходов Кустаная просят бизнесменов обратить внимание на специальный список. В нем перечислены сферы деятельности, на которые не распространяется освобождение от уплаты налогов в ближайшие три года. В частности, к ним отнесены все, кто занимается торговлей с зарубежными странами. Их, как отмечают эксперты, в Кустанайской области немало. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. С 1 января 2020 года субъекты микро- и малого предпринимательства, применяющие специальный режим, освобождаются от уплаты налогов. Только бюджет Кустаная в 2020 году из-за этого недополучит 2,5 миллиарда тенге. Корпоративные и социальные налоги, которые высчитываются от ежегодного дохода предпринимателя, на три года останутся при бизнесменах. При этом налоговики подчеркивают, что на социальные выплаты своих работников, медстраховка, пенсионный, подоходный отмена не распространяется. Плательщики единого земельного налога, это крестьянские или фермерские хозяйства, также освобождаются от уплаты ставки 0,5% от своего дохода за год. Но есть и те, кого все эти блага не коснутся. Реализаторы оптовой торговли алкогольной продукцией, розничные реализаторы бензина, дистоплива, мазуты. Например, также те, кто занимается банковской деятельностью, охранной деятельностью, аудиторской деятельностью. Те, кто, получается, у нас занимается проведением лотереи, хранением зерна в хлебоприемных пунктах. Вот такие вот как бы недропользователи. Что касается недропользователей, то это в основном те малые бизнесмены, которые занимаются добычей песка, глины или строительного камня. Их с учетом развития строительной отрасли в регионе сейчас немало. Но при этом налоговики просят бизнесменов обратить внимание на то, что если они завозят или вывозят свой товар за пределы Казахстана, даже несмотря на небольшие объемы, освобождение от перечисленных налогов такие предприниматели не получат. Так как Кустанайская область – прегроричный регион и по статистике входит в лидерскую пятерку в стране, которая имеет высокий товарооборот с другими странами. Очень важно большое количество всех налогопотейщиков. То есть именно нужно знать, что если вы являетесь участником внешнеэкономической деятельности, то, получается, освобождение налогов на вас не распространяется. Участники внешнеэкономической деятельности – это те налогопотейщики, которые что-то приобретают за пределами ИРК. Будучи даже это Евразийский экономический союз, либо страны, третьи страны, например, Китай, Кыргызстан, Россия, что у нас в основном здесь работают. Если вы совершаете сделки за пределами ИРК, то есть именно приобретении товара и ввезении его на территорию ИРК, вы уже являетесь участником внешнеэкономической деятельности. Сейчас в Кустанай зарегистрировано почти 21 тысяча представителей макро- и малого бизнеса. По данным Управления госдоходов, почти половина из них так или иначе связана с заграничной торговлей. А взаимная торговля области со странами ЕАЭС только за 11 месяцев прошлого года составила почти полтора миллиарда долларов США. Экспорт по сравнению с 2018 годом увеличился на 40%. В область завозят товары, которые у нас не производятся, к примеру, одежда, обувь, средства гигиены и немалая часть различных продуктов питания. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанайской области в этом году планируется создать 16 тысяч рабочих мест. Но несмотря на это, на рынке труда ситуация сложилась неоднозначная. Пока одни специалисты не могут найти работу, в других отраслях наоборот, большая нехватка квалифицированных кадров. Подробнее об этом материал наших корреспондентов. На рынке труда в Кустанайской области сложилась неоднозначная ситуация. Пока одни жители не могут найти работу и состоят на учете в центрах занятости, в некоторых учреждениях острая нехватка специалистов. Все так же в сфере образования нужны педагоги, математики, физики, учителя английского языка и дефектологи. Вот это самая главная проблема для области. Педагоги специального образования, так называемые дефектологи. Вот они востребованы, они нужны. Не только нужны в школах, и нужны и в наших областных организациях, которые располагаются территориально в районах и городах. Вот эта категория сегодня на пике. По данным Управления координации занятости, оставляют заявки о вакансиях и медорганизации по всей области. Практически в каждом районе нужны ветеринарные врачи. Есть нехватка и отоларингологов, гинекологов, врачей общей практики. Нужны в Кустанайской области и кадры технического и профобразования. Поэтому многих, кто обращается за работой, направляют на обучение. 3632 человека направлены на обучение на краткосрочных курсах и подготовку кадров с ТИПО. В прошлом году в области создано 15897 рабочих мест, которые 100% отражены в интегрированной карте создания рабочих мест. Карта работает в онлайн-режиме. На проектах, реализуемых в рамках государственных, правительственных программ, программ развития региона, у нас создано 8732 рабочих места. Несмотря на это, по области последние несколько лет идет небольшой рост безработицы. Если в прошлом году он составлял 0,4%, то сегодня это уже 0,6%. В ведомстве ситуацию объясняют увеличением числа обратившихся. Тех, кто проходит переобучение по госпрограммам и тех, кто числится как безработный, но в это время занят на временных работах. Популярным стали общественные работы. Здесь можно заработать чуть больше 63 тысяч тенге. По санитарным уходным работам даже в прошлом году хорошая практика была. Хотя бы на 4 часа там где-то выйти озеленением заниматься, особенно для многодетных матерей, которые не могут полностью 8 часов выходить на работу. На 4 часа выйти там побелить заборы, бордюры побелить, мусор убрать, полить зеленое насаждение. То есть в этом направлении мы дополнительно выделим деньги. Всего на учете в центрах занятости остаются почти 9 тысяч человек. Это на 3,5 тысячи человек больше, чем в 2018 году. Вообще за прошлый год в центры занятости обратилось более 20 тысяч человек. В профильном ведомстве указали, что на этот год планируется создать дополнительно 16 тысяч рабочих мест. Кроме того, для жителей будут оказаны и другие меры занятости. Это молодежная практика, социальные рабочие места, обучение по госпрограммам. Манарбек Касколов, Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН. Январский случай с ребенком, провалившимся в открытый колодец, побудил городские службы к дополнительным мерам. Теперь Кустанайсу и КТЭК устанавливают на водопроводных и канализационных колодцах металлические решетки. По словам руководства коммунальных предприятий, они должны выдержать вес до 100 килограммов. Чтобы в надежности установок не осталось сомнений, сотрудники лично испытали их на прочность. Тему продолжит Наталья Басмурзина. Канализационные колодцы в городе оборудуют дополнительной защитой. Это металлические прутья, которые выдерживают вес до 100 килограммов. Они помогут укрепить шаткость канализационных крышек и не дадут провалиться в колодец человеку, даже если люка на нем не будет. Первая инициатива – это детские сады и школы. Это получается 85 объектов, порядка 35 школ и 50 садиков. В этом году мы поставим 120 таких дополнительных устройств, которые позволят снизить риск несчастного случая. О несчастном случае говорится не просто так. Именно январский инцидент с падением ребенка в открытый колодец стал поводом установить дополнительную защиту. А вот выбрать ее помог пример столицы. Там решетки на люках – привычная практика. Но только используемые в Нур-Султане проволоки и сетки для нашего региона не годятся, сгниют. Поэтому Кустанай-Су отказались от покупки готовых изделий и решили сделать свои, понадежнее. Из прутьев мы делаем самодельные. Одна из них обходится где-то 3,5-4 тысячи тенге. Мы за счет собственных средств, не влияющих на тариф, безопасность дороже. Пример Кустанай-Су поддержала и Кустанайская теплоэнергетическая компания. По их словам, случаев провалов их тепловые камеры не было, но меры они тоже примут. 138 люков находятся на проезжей части, 2000 люков находятся на тротуарах, во дворах и на газонной части. В этом году мы планируем весь этот объем все-таки охватить. На сегодняшний день у нас изготовлено 77 решеток, которые мы планируем установить в этом месяце и продолжаем работать. Если КТЭК обещает справиться с установкой решеток за год, то Кустанай-Су сразу заявляет, с их стороны для полного охвата каоцов уйдет 10 лет. Все из-за большого объема работы каоцов в городе 17 тысяч. После того, как решетки установят на территории учебных заведений и детских садов, работы продолжат в скверах и парках. Но и от самих жителей городские службы ждут помощи и отклика. Касается это сообщений об открытых люках в городе. Их своевременное обнаружение поможет избежать печальных последствий. Диар Ахмечин, Наталья Басмурзина, РТН. Далее в нашем выпуске рубрика «РТН-происшествия». Я передаю слово ведущему Виталию Луговскому. Спасибо, Елена. Здравствуйте. Итак, о происшествии в одном из медицинских учреждений области, о разбойном нападении в Кустанай и задержании разбойника, а также о выявлении нарушений со стороны условно освобожденных лиц и семейных дебоширов сразу после небольшой рекламы. Пациентка выпала из окна медицинского учреждения в Кустанайской области. Сообщение о происшествии поступило в управление полиции Рудного. Около 8 часов вечера в дежурную часть управления полиции города Рудного поступило сообщение. Незамедлительно на место происшествия выехала следственная оперативная группа. Установлено, что по улице Парковая 31-летняя женщина совершила попытку суицида, выпрыгнув с окна четвертого этажа. Женщина была госпитализирована в городскую больницу, где в последующем скончалась. По данному факту в настоящее время проводится расследование, направленное на полное всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Разбойное нападение совершено в Кустанай. Неизвестный вооруженный ножом напал на продавца одной из торговых точек, расположенных на улице Складской, и потребовал денег. Как рассказали сотрудники Кустанайской полиции, на брифинге добычей нападавшего стали 25 тысяч тенге. Незамедлительно следственная оперативная группа Северного отдела был осуществлен выезд, а также выехали на место происшествия сотрудники ОКП, местной полицейской службы, сотрудники управления полиции. По прибытию на место при разговоре с потерпевшим было установлено, что нападающий был азиатской внешности, парень 19-20 лет, одет был во все темное. Продавец рассказал, что молодой человек долго находился в магазине, примерно часом выжидал удобный для нападения момент. Никаких телесных повреждений пострадавшему человеку нанесено не было. На месте происшествия было обнаружено орудие преступления, нож, также были обнаружены следы пальцев рук, все было первоначальным осмотром, все изъято. В ходе дальнейшего оперативно-розыскных мероприятий в течение 3-4 часов в этот же день был установлен подозреваемый. Подозреваемым оказался житель Кустанайской области. Молодой человек приехал в областное центро Зарковыка примерно 2 недели назад, по его словам, в поисках работы. Ее он не нашел, жизнь стала не на что и негде, и он пошел на преступление. Потерпевший его опознал. Большую часть похищенных денег подозреваемый успел потратить. У него изъяли только 7 тысяч. Ранее не привлекался. Но сейчас проверяем причастность к остальным преступлениям по области. На специальные учеты поставлены за два дня более 300 жителей Кустанайской области. Поведение 3 тысяч человек уже на учетах стоящих проверено полицейскими регионами для того, чтобы предупредить совершениями преступлений и правонарушений. Проводится областное оперативно-профилологическое мероприятие под учетник. Данное мероприятие проводится с 13 января по 16 января. На сегодняшний день из состоящих 10 тысяч 300 подучетных лиц, орган внутренних дел, нами проверено более 3,5 тысяч. Из 300 человек, которых на учет только поставили, большую часть, по данным полиции, составляют семейные дебоширы. Шесть десятков человек записаны как алкоголики, еще 10 как наркоманы. На сегодняшний день направлены суды, 4 материала по статье 72 главного консультата Республики Кастан за нарушение правила установлено ограничения судом в отношении условно-срочных освобожденных лиц. Судом были установлены к ним ограничения. Это не покидать место жительства, не посещать усилительные заведения и не являться своевременными, не являлись, которые на проверку участкового инспектора полиции. Один из условно освобожденных нарушил условия тем, что употребил алкоголь, за что вновь может быть отправлен в место реального лишения свободы. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущем понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Продолжаем выпуск. В Кустанайской области пытаются решить проблему нехватки скота для работы откормплощадок. В прошлом году половину из 19 тысяч, находящихся на откорме голов крупнорогатого скота, завезли из других областей страны. Также местные фермеры не заинтересованы в элитных буренках, потому что 50% племенного молодняка, выращенного в пределах области, купили животноводы из других регионов. Мои коллеги продолжат тему. В конце прошлого года в Министерстве сельского хозяйства страны обозначили основные позиции для успешного развития сферы животноводства. Акцент был сделан на увеличение скота, к примеру, за счет импорта КРС из-за рубежа. Количество завозимого скота должно увеличиться с нынешних 58 тысяч голов до 100 тысяч голов ежегодно. В этом вопросе Кустанайской области проблем нет. В прошлом году в регион завезли 965 голов племенного молодняка КРС из Чехии, Ирландии и Австрии. Но чиновники от сельского хозяйства говорят, что кустанайские фермеры недостаточно используют другие имеющиеся резервы. В Кустанайской области разведением скота мясного направления занимается более 1200 хозяйств. В прошлом году они продали чуть больше 5000 голов скота. Как видно из данных, более 50% высококлассного племенного молодняка выращено на территории нашей же области. В основном это маточное поголовье остается невостребованным и уходит за пределы нашей области. В этой связи регионам нашей области необходимо принять меры по закупу племенного молодняка в хозяйстве репродукторов путем участия в отраслевых государственных программах. Сегодня в Кустанайской области, по словам чиновников, идет работа по улучшению качества беспородного скота. В прошлом году в общественные стадо в рамках госпрограмм передано 926 голов племенных быков производителей, а фермы почти 600 голов. Пытаются в регионе решить и проблему наполненности от кормплощадок. Их в регионе 40. В 2019 году на них было завезено больше 19 тысяч голов скота, причем большая часть доставлена из других областей Казахстана. Кематом регионов и стилхозформирование необходимо для выполнения доведенного задания по заполнению от кормплощадок, увеличению производства мяса говядины, создать вокруг действующих от кормплощадок фермерские хозяйства, которые будут заниматься выращиванием маточного поголовья и реализацией бычков на эти же от кормплощадки. Что касается планов на 2020 год, в Управлении сельского хозяйства отметили, что в регионе будут созданы три молочно-товарные фермы в Федоровском и Кустанайском районах. Также в текущем году планируется ввести в работу от кормплощадку на 5 тысяч голов единовременного содержания и племенной репродуктор на 2,5 тысячи голов в Аркалыке. Сумму этих инвестпроектов чиновники не озвучили. Манарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанай увеличилось число обращений от жителей о бродячих по городу бездомных собаках. Сотрудники ветеринарной станции говорят, что это обычная ситуация для середины зимы. Чтобы предотвратить случай нападения на людей, с завтрашнего дня объявляется месячник отлова собак. Хозяев домашних животных просят быть бдительными и не терять своих питомцев. Все обнаруженные городской службой животные на улицах автоматически будут считаться бродячими. Собаку нашли на улице, прожила с нами она 16 лет. Привезли мне ее в пакете, маленького, на ладошке. Теперь от любимого пса у Марии остались только фотографии. На этой неделе домашний питомец трагически погиб. Утром мы, как всегда, выходили гулять нашу собаку, Кузю. Это помесь баллонки и дворняжки. Мама пошла в сторону школы. Проходя мимо школы, она заметила большую собаку. Мама увидела, что собака приближается. Естественно, попыталась взять Кузю на руки, но собака выхватила Кузю из рук и просто начала трепать на глазах у мамы. Мама ничего сделать не могла, это был большой док. Столкновения горожан с бродячими собаками не всегда заканчиваются именно так. Но то, что таких встреч в Кустанай становится все больше, подтверждают и в городской ветстанции. В настоящее время идет наплыв заявок от жителей города Кустанай. Жалуются люди на бродячих собак. Это связано с тем, что сейчас идет брачный период, случайный период этих собак. Поэтому они сейчас забиваются в стаи и угрожают жителям города. Об увиденных бездомных животных Кустанайца сообщают в центр Айкумек и в саму ветеринарную станцию. С начала года таких обращений набралось уже 67. В итоге сотрудники городской службы переходят на усиленный режим работы. В рейды по городу будут отправлять сразу три бригады. Это необходимо, чтобы не допустить распространения таких заболеваний, как бешенство. Буквально с завтрашнего дня мы объявляем месячник по слову безнадзорных животных. Поэтому мы призываем жителей города следить за своими животными. Если животное будет находиться без сопровождающего лица, мы будем считать, что оно бродячее и будем принимать меры. Меры – это отстрел животных. В прошлом году в период месячника таким образом были обезврежены 600 собак. Подобные результаты ожидают и теперь. Времени на поиск возможного хозяина собаки у службы нет. Во многом из-за того, что в городе не существует специальных мест, где можно было бы их временно содержать. По словам директора ветстанции, Акимат над этой проблемой думает, но финансовыми средствами для этого не располагает. Мамер Бекаскова, Диар Ахмичи, Наталья Басмурзина, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.